Виталий, приветствую тебя! Традиционно мы с тобой начинаем неделю. С самого утра оцениваем ситуацию, которая складывается на финансовых рынках с позиции техники и фундамента. Даем рекомендации по тем инструментам, которые в моменте кажутся перспективными, интересными. Друзья, это опять же для того, чтобы у вас была информация, как действовать, как работать в моменте на площадках. Пишите в комментариях, если нужно разработать какой-то дополнительный инструмент, обязательно сделаем это. Ну что, Виталий, продолжаем следить за чем? За мерами фискального стимулирования, точнее ждать их, как и все. Продолжаем следить за тем, как увеличивается отрыв между Трампом и Байденом в пользу Байдена. Выборы уже совсем скоро, фактически через две недели. Я думаю, что точно вот эта волатильность пойдет. Нам будет вдвойне интереснее с тобой собираться. Также следим за тем, как обстоят дела с Брекзитом. Ну и, конечно же, вот эта ковидная тема, которая не отпускает. И, судя по статистике, я ее рекомендую отслеживать через сайт исследовательского центра Джона Хопкинса по регионам, друзья, какой вас интересует. Но там, к сожалению, везде тенденция, тренд очень плохой. Количество заболевших с каждым днем становится все больше и больше. И все уже говорят, что вторая волна ковида, она чуть ли не серьезнее, не хуже, чем первая. Так, ну ладно, давай тогда обратим внимание на то, что у нас было по рекомендациям в прошлый раз. Да. Еще, кстати, да, ты упомянул важные новости. Да, еще такая важная новость узнал на днях. Там же ты в курсе. Скоро выбирают новую судью. В новую судью, да. Да, да, да. Там, получается, ее должны назначить на днях. Она от республиканцев. И у них, получается, если ее назначат, там, женщина, то, получается, у них будет больше перевес республиканцев. И, скажем, как поговаривают некоторые, скажем, все дело можно решить в суде, как было, помнишь, с этим, с Бушем, да? Да, да, да. Именно поэтому сейчас Трамп очень сильно топит за то, чтобы верховным судьей стала республиканец. Потому что одна из его последних инициатив, что если будут проблемы с подсчетом голосов, все решит решение и, можно сказать, голос верховного судьи. А проблемы с подсчетом голосов точно будут из-за пандемии. Может быть, даже, знаешь, я слышал про теорию заговоров о том, что Трамп изначально сейчас понимает, что у него не так уж и велики шансы выиграть у Джо Байдена. Идет искусственное нагнетание атмосферы, связанное с ковидом, чтобы, опять же, повысить именно факт дистанционного голосования. Потому что чем интенсивнее будет идти именно дистанционное голосование, тем больше будет возможности, в том числе и у него, фальсифицировать результаты выборов в конечном счете в свою пользу. Ну, я думаю, что очень много будет подобных теорий. Впоследствии мы в них вынуждены будем вариться, потому что спекулянты на финансовых рынках. Но самое главное, друзья, это, конечно же, благодаря этим событиям на рынках будет волатильность. Вот благодаря волатильности мы финансовыми рынками интересуемся, потому что за волатильностью скрываются движения. Так, давай к демонстрации тогда. Спасибо, да. Это об этом говорил Митч МакКоннелл, лидер в Сенате. Еще на прошлой неделе якобы фонд могут одобрить на 500 миллиардов. Я, конечно, сомневаюсь в том, что какие-то деньги будут выделены до выборов. Но эта тема мне нравится, потому что я понимаю, что если и чем быстрее деньги будут выделены, тем, соответственно, интенсивнее может пойти последующее ослабление курса доллара. Это так, пару слов о тенденции, которая есть сейчас на финансовых рынках. В моем представлении доллар остается тем активом, который можно смело шортить на средний долгосрок. Краткосрочно, конечно же, очень трудно понять, как рынки могут повести себя на самом деле. Но вот на средний долгосрок, друзья, я думаю, что за шорти его можно под конец года все-таки урвать процент прибыли даже без плеча. Это при том, что если взять просчет продажи с текущих значений, а текущее значение это 93.70. Так, на прошлой неделе, точнее в прошлый раз, я давал рекомендацию о продаже британской валюты. Фактически вот мы были в момент нашего с тобой эфира, где-то вот здесь. Рекомендация была в шорт, стоп-лосс был на отметке 1.2930. Ну, к сожалению, гиперволатильность британской валюты заставила инициативе перейти все-таки к покупателям. Локально фунт очень быстро выкупили, движение больше 100 пунктов и снова тест сопротивления 1.3050 и последующие распродажи. Ну, самая настоящая пила, как говорят на финансовых рынках. Разнос действительно, это не просто как бы движение в 30-50 пунктов. Друзья, посмотрите, вот даже на часовом таймфрейме видно то, что диапазон хода здесь почти 200 пунктов. Это мощно. Это, с одной стороны, для спекулянтов очень хорошая среда, где можно работать от уровней. Но, с другой стороны, для позиционных трейдеров такой разнос – это то, что портит обычное настроение. Сделка закрыта по стоп-лоссу. Пока что фунт я рекомендую не лезть. Думаю, впоследствии будет, может быть, более очевидной возможности. Хотя, честно признаться, учитывая то, что на саммите ЕС не договорились по Брекзиту, фунт, конечно же, уязвим перед дальнейшим снижением. Но точно такие же ожидания у меня были и раньше, но в то же время ничто не помешало британско выкупить. Вот, получается, 1.120, ну почти на 200 пунктов, опять же. На чем интересно. Также была сделка по нефти. Я рекомендовал нефть покупать. Локально мы улетели в район 43. Как только мы оказались выше данного сопротивления, я перевел сделку на безубыток. Потом резко мы просели вниз. К сожалению, сделка была закрыта по безубытку. И сейчас, друзья, я вот, опять же, жаль, что несколько минут назад мы буквально не начали эфир. Потому что я хотел дать рекомендацию покупать с отметки 43 доллара за баррель. Но в целом, думаю, что поскольку не сильно ушли сейчас вверх, можно рискнуть на рынке нефти и подкупить даже с текущих 43.15. Стоп-лосс давайте поставим на отметку 42.40 и будем ждать закрепления выше 44 долларов за баррель. Почему оптимист по рынку нефти? Потому что сегодня в встрече технического комитета ОПЕК как раз будут обсуждать возможность того, чтобы ничего не менять в плане квот по добыче с 1 января. 1 января в соответствии с прошлыми договоренностями страны ОПЕК плюс должны были снизить или смягчить требования по индивидуальному сокращению. Но из-за того, что сейчас больше нефти идет из Ливии, из-за того, что сейчас есть предпосылки для развития медвежьего ралли из-за влияния пандемии, соответственно, негативного воздействия на спрос. Я думаю, что страны ОПЕК все-таки снова сплотятся, объединятся и попробуют поддержать котировки. Поэтому здесь каткосрочная сделка, как я уже отметил, только в лонг. Думаю, что она может принести свои плоды даже в ближайшие несколько торговых сессий. И вторая рекомендация – это по паре доллар-канадец. Давно мы ее не рассматривали. И сделка селл-стоп с уровня 1.3160, при этом стоп-лосс поставить на уровень 1.3210 и ждать пару уже ниже отметки 1.30. В пользу этой идеи то, что я только что отметил по рынку нефти, ожидание роста котировок – это позитивный фактор для канадца. Ну и начал я с индекса американской валюты, обозначив, что новые меры экономического стимулирования могут привести к ослаблению курса доллара. Опять же, снижение курса индекса американской валюты, сумеется, это слабость доллара вдоль всего широкого рынка. Поэтому здесь рекомендация – шорт. Виталий, слово передаю тебе. Так, всех приветствую. Сейчас мы обсудим те идеи, как всегда, которые обсуждали в прошлый раз. Напомню, у меня была в прошлый раз рекомендация в шорт по новозеландскому доллару. Так, вот здесь мы торговались, где-то в районе 0.66.50. Говорил шорт. Ставил я небольшой стоп-лосс за эти хаи. Его, к сожалению, стоп-лосс сработал. Но я дальше писал в комментариях под видео, там достаточно активно обсуждали рынок, как и по другим инструментам. Я писал, что можно перезайти в шорт по новозеландскому доллару. Это было, получается, сегодня с понедельника, пятница. Да, в четверг утром я писал где-то на отметке по 40, что можно перезайти со стоп-лоссом за вот этот хаи, то есть вынос ложного пробоя. Кто читал активно комментарии, мог, скажем, отбить то стоп-лосс и еще заработать. Дальше. Ну и, в принципе, все. У меня была только одна конкретная торговая рекомендация. На сегодня что я могу сказать по фунту, скажем, могу дать комментарий. Так как мы его тоже активно обсуждали в пятничном открытом микрофоне, я находился в шорте по данному инструменту. Сегодня вышел с шортов, так как там активно ребята покупали, если я не ошибаюсь, фунт-доллар. И у меня такое ощущение, что, в принципе, он может вырасти. Пока я нахожусь не рынка по фунту, как-то странно он себя ведет. Поэтому тот момент, что я топил сильно за шорт, сейчас не исключаю сильный лонг по данному инструменту. Пока я буду наблюдать, что дальше будут рисовать. А на сегодня хотел обсудить такие инструменты, как индекс доллара. В принципе, возможен шорт. Конечно, есть здесь поджатие достаточно сильное. Ты нарисовал там локальное зажатие сверху вниз. И, в принципе, у нас идет тренд и глобальный вниз. Но вот это тот момент, который меня смущает, что снизу выкупает. А так смотрю вниз по индексу доллару. Точек входа я не вижу, скажем, буду наблюдать сегодня, завтра, послезавтра, как будут закрываться. Тоже, возможно, будут вставать шорты. Хотел бы обсудить торговые рекомендации по евро-доллару. По нему, кто смотрел нашу битву в понедельник и в среду, в понедельник я давал конкретную торговую рекомендацию шортить вот с этого хая. Мы неплохо отпадали больше одной фигуры. Конечно, евро-доллар здесь небольшая волатильность. Мы не сильно ходим там. Полторы-две фигуры в течение практически, ну, чуть-чуть, возможно, больше. Мы уже три месяца находимся в таком диапазоне. На сегодня я бы хотел дать торговую рекомендацию в лонг. Я немножко уже перевернулся с медведей в сторону быков по евро-доллару. Конечно, ситуация такая сложная, но попробуем купить с текущих 1.17.10. Получается, вот текущее сейчас значение с целями среднесрочными. В район 1.18 с копейками и дальше 1.20. Я думаю, что я еще раньше говорил о 1.20, когда мы торговались в начале октября. Мы немножко подросли в эту зону 1.20, больше одной фигуры. Дальше там были моменты, которые показывали, что возможно будет снижение. Мы перевернулись в шорт и удачно, так скажем, вот эти все покупки. Мы позакрывали все, которые я давал, рекомендации и на битве. И сейчас снова будем покупать. Конечно, еще такой вариант по поводу стоп-лосса. Можно, скажем, стоп-лосс как загнать в район 1.16.80, но до среды мы этот стоп-лосс можем снести и дальше уйти наверх. Поэтому чуть-чуть давайте его пониже закинем, в район 1.16.50. На тот случай, как было по новозеландскому доллару, что могут еще какую-то шпильку кинуть, потом выкупить. И там ребята будут смотреть, думать, перезаходить, не перезаходить. Поэтому застрахуемся чуть-чуть стоп-лосс побольше с целью роста. Поэтому пока вот такая торговая рекомендация у меня. По другим инструментам аналогично, как я уже сказал, пока снижение доллара по фунту, по новозеландскому доллару, австралийский доллар, канадский доллар, в принципе, тоже смотрю, как и ты. Возможно, снижение здесь достаточно сильно скидывают. По нефти, да, поджимая здесь цену, такое ощущение, что будут пробивать этот уровень. Я еще, если не ошибаюсь, в понедельник прошлый говорил о том, что здесь есть сильный уровень, от него можно продавать. Мы несколько раз скидывали, даже в четверг, получается. Хорошо так скинули, около 2 баксов, да, 2 бакса. Но снова выкупили. Такое ощущение, что реально хотят пробивать наверх, пробивать вот этот уровень 41.50. Как мы его будем пробивать? Это будет истинный пробой, улетим наверх в район там 44 доллара, или это все-таки ложный будет? Я уже буду смотреть. Пока солидарен с тобой, что идет на пробитие. Но не исключая там отбоя от этого. Ну, пока у меня торговых, скажем, сделок нету по данному инструменту. Виталий, спасибо тебе за комментарии. Ну что ж, давай тогда следить за тем, как рынки себя поведут. Опять же, движения очень интенсивные. Контролируйте загрузку депозитов, риски, для тебя это очень важно. Короче, риск-менеджмент традиционно на вас. А с нас дальше рекомендации. Следующая встреча с Виталием у нас будет в среду. Можно сказать, буквально через день после этого пройдут дебаты в Штатах Трампа и Байдена. Можно даже будет обсудить. Виталий, если ты не против, в среду. Ну, по крайней мере, с фундаментом тоже точно возьму на себя обязательство. Пару слов скажу, что можно ожидать. Тебе хорошей торговой недели и до скорых встреч. Пока.